Губернатор НАУ встретился с руководством Лукоил Коми. В частности, речь шла об объемах добычи на следующий год, геологоразведке, инвестициях и кадровой политике. Проблемы северного оленеводства на примере отдельного хозяйства рассмотрели сегодня окружные парламентарии. В ходе рабочей поездки депутаты окружного собрания посетили производственный кооператив ЕРФ. Три дня, семь тематических площадок и более ста участников в Наринмаре стартовал пятый юбилейный региональный форум «Молодежь 83. Энергия будущего». Время новостей на телеканале «Север». В студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Губернатор Неницкого округа встретился с руководством компании Лукоил Коми. Рабочая встреча Александра Цибульского с Александром Голованевым состоялась в Наринмаре. В ходе диалога стороны обсудили те проекты, которые компания реализует на территории региона. Кроме того, Александр Голованев рассказал главе Неницкого округа о ближайших производственных планах предприятия. В частности, речь шла об объемах добычи на следующий год, геологоразведке, инвестициях и кадровой политике. Одним из основных пунктов встречи стало обсуждение вопроса взаимодействия компании с округом в области социально-экономического развития региона. Александр Голованев отметил, что основная часть инвестиций будет направлена на эксплуатацию месторождения. И вместе с этим предприятие продолжает активно заниматься не только добычей нефти, но и геологоразведкой. В части кадрового вопроса показатели компании, по словам ее руководителя, остаются прежними. Приоритет при приеме на работу традиционно отдается местным жителям. Резюмируя в целом, Александр Голованев отметил, что производственные показатели компании в прогнозах на 2019 год остаются стабильными. В свою очередь, глава региона Александр Цибульский отметил, что социально-экономическое развитие территории напрямую взаимосвязано с развитием инвестиционных проектов нефтяников. Проекты компании Лукойл-Коми, одного из крупнейших недропользователей региона, играют для развития экономики округа особую роль. Правительство России изменило правила субсидирования авиаперевозок. Речь идет о расширении перечня субсидируемых маршрутов и сроков, а также увеличена категория пользователей субсидируемыми маршрутами. Государственная поддержка в форме субсидий на эти цели оказывается в целях обеспечения доступности пассажирских авиаперевозок и формирования региональной маршрутной сети организациям воздушного транспорта. В частности, предусматривается расширение перечня субсидируемых маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам. Ранее субсидировались перевозки, выполняемые вперед с 1 марта по 1 декабря. Включение членов многодетных семей в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам. Максимальная протяженность субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3000 километров, в других федеральных округах до 1500 километров. Также установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации. Размер тарифа увеличивается в 1,25 раза. В преддверии выходных сотрудники МЧС России по Ненецкому округу напоминают жителям города и населенных пунктов о том, что в регионе действует запрет на выход и выезд на лед. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей для пешеходов и от 500 до 2 тысяч рублей для водителей. По состоянию на 15 ноября в районе морского порта Наринмара на Городецком шару средняя толщина льда составляет 7 сантиметров. В местах, где бьют ключи, сильное течение или происходит сброс точных вод, толщина льда меньше и недостаточно для передвижения людей. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах государственными инспекторами Центра ГИМС МЧС России по НАО организованы патрулирования береговой линии. В случае, если вы стали свидетелем провала под лед, необходимо сообщить в единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112. Более 650 миллионов рублей направят на развитие сельского хозяйства и торговли в Ненецком округе в 2019 году. Статьи расходов на эти отрасли, исполнителем которых является Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа, согласовали депутаты окружного собрания в рамках работы над главным финансовым документом региона. Департамент является исполнителем трех государственных программ. На госпрограмму обеспечения гражданской защиты в Ненецком округе запланировано 4,3 миллиона рублей. Сумма ежегодно закладывается на создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. На реализацию программы охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов будет направлено почти 194,5 миллиона рублей. На программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ненецкого округа предусмотрено 654 миллиона рублей. Большая часть из этих средств, 506 миллионов, будет направлена на реализацию подпрограммы формирования и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАУ. Проблемы северного оленеводства на примере отдельного хозяйства рассмотрели сегодня окружные парламентарии. В ходе рабочей поездки они посетили производственный кооператив ЕРФ. Поездка была организована в рамках постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов севера, экологии и природопользования, на которой обсуждались проблемы предприятия и перспективы его развития. СПК КАПХОС ЕРФ – предприятие, сочетающее частную собственность с кооперативной деятельностью. Экскурсия в КАПХОС ЕРФ начинается с перерабатывающего цеха. Отсюда выпускаются более 60 наименований мясной продукции. Цех перерабатывает до 500 килограммов мяса в сутки. В городе и поселке Искатели 6 торговых точек для реализации мясных полуфабрикатов. Есть павильон в Усинске. Кроме того, Оленина и ЕРФ пользуются спросом в Архангельске, Санкт-Петербурге и Сыктывкаре. Сейчас нам одобрили субсидию на 840 тысяч по малому бизнесу. Мы очень рады, мы очень вчера обрадовались, что у нас получили заключение. Получили мы, что первый раз мы получили денежку от округа. Огромное всем спасибо. Теперь кооператоры мечтают о приобретении оборудования для производства мясных деликатесов. Ожидают полного ввода в стройцерк для копчения и вяления мясной и рыбной продукции. В этом году впервые за три года предприятие стало прибыльным. До этого два года работали в убыток. Как себестоимость? Нормально? В этом году за 9 месяцев впервые получили прибыль. И очень хорошая рентабельность получилась. В Ерве трудятся шесть оленеводческих семей. Стадавы поставят в районе Варанде и на реке Черной. В активе сельскохозяйственного производственного кооператива порядка 12 тысяч оленей. О работе предприятия и проблемах парламентариям рассказал бессменный председатель Ерва Петр Хабаров. Сложно с оборудованием, но будем стараться еще кое-что закупить, если будет возможность. Построили мы два убойных пункта. Один в районе Варандея в Тундре. Второй мобильный убойный пункт, который здесь работает. Почему здесь? Потому что у нас два стада ходят сюда зимовая. Более детально проблемы оленеводства и в частности СПК Ерв парламентарии обсудили на заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера. Среди проблем, с которыми сталкиваются кооператоры, например, обустройство кораля, строительство убойных пунктов. Для строительства убойных пунктов денег нет. Петр Александрович совершенно верно сказал, с ним тоже на 100% согласен, что деньги на сегодняшний день самые дешевые и реально возможные можно получить только через лизинг. А лизинг в существующий порядок компенсацию лизинга не предусматривает. В ходе работы депутаты обозначили ряд первоочередных задач в области реализации программы поддержки оленеводства в Ненецком округе. Например, централизация ежегодной вакцинации оленей. Зачастую у хозяйств нет средств, чтобы оплатить приезд специалиста. И по факту олени остаются непривитыми. Для жителей необходимо, чтобы они получали в полном объеме вот эту мясную продукцию. А у нас, например, взять сегодня такой оленеводческий колхоз, поселок Акуськара, у нас там практически нету для детских учреждений даже мяса. Это нонсенс, конечно. Обеспечение оленеводов зарплатой, а в последующем и пенсии – еще один аспект. А кооперативные предприятия, такие как ЕРФ, например, должны быть рентабельными и иметь перспективы развития. Эти и другие проблемы предстоит решить региональным парламентариям во время верстки бюджета 2019 года и планового периода, чтобы финансирования хватало всем СПК. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Девять предпринимателей Ненецкого округа модернизируют оборудование за счет окружного бюджета. На конкурсной основе им распределено почти 3 миллиона рублей. Речь идет о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров. Так, более 880 тысяч рублей получило общество с ограниченной ответственностью ЕРФ. Деньги предназначены на приобретение устройства для изготовления колбас. СПК «Кабхоз ЕРФ» выделили почти 240 тысяч рублей на приобретение пельменного аппарата и холодильного шкафа. Потребительское общество «Пешский пекарь» приобрело тестораскаточную и тестомесельную машины, миксер и морозильный моноблок. На эти цели было выделено более 242 тысяч рублей. Свыше 550 тысяч выделены обществу Нарьенмак на приобретение оборудования для приготовления фастфуд-продукции. На приобретение детских аттракционов индивидуальный предприниматель получила почти 327 тысяч рублей. Компания «Фуриан» получила порядка 271 тысяч рублей на приобретение двух кофемашин, двух кофемолок, а также двух морозильных ларей. Свыше 219 тысяч рублей получило общество с ограниченной ответственностью «Санрей», оказывающее услуги в сфере гостиничного бизнеса. Также дополнительное финансирование из окружного бюджета на развитие предпринимательской деятельности получила торгово-сервисная компания «Сантехмак». Сумма выделенных субсидий – 85 тысяч рублей. Еще 83,5 тысяч рублей получила студия иностранных языков «Полиглот». Три дня, семь тематических площадок и более 100 участников. На Ринмаре стартовал пятый юбилейный региональный форум «Молодежь-83. Энергия будущего». Мероприятие традиционно является самым знаковым ежегодным событием для молодежи округа. Основной площадкой в этом году стал Нинецкий аграрно-экономический техникум. Научиться профессионально создавать и вести свой блог от идеи и формирования контента до продвижения его в интернете. Этому участников научили на одной из площадок. «Благосфера» – новое направление регионального форума «Молодежь-83. Энергия будущего». Это актуальное направление, которое развивается не только у нас в регионе, но и в других. И хотелось бы узнать для себя что-то новое и как раз публиковать и рассказывать о своей деятельности уже непосредственно другим людям через сеть интернет. Кроме благосферы на форуме организованы еще шесть ключевых площадок. Это «Юнармия», «Ты предприниматель», «Добровольчество», «Волонтеры Победы», «Арктическая школа права» и «Российское движение школьников». В рамках практических занятий активисты РДШ с экскурсии посетили телеканал «Север». Анна Селезнева в будущем планирует стать журналистом. Для нее это отличный шанс познакомиться с будущей профессией. Рассказали об особенностях и построении сюжета, что для этого используют журналисты. Показали блок монтажа. И меня очень восхитил блок, где режиссер следит за постановкой света, ВСБ, за тем, как снимается сюжет. Это мне очень восхитило, все эти приборы. Я под впечатлением. Мне очень понравилась экскурсия. В программу площадок включены не только открытые практические занятия, но и мастер-классы и образовательные программы от спикеров из других регионов. Один из них – тренинг на тему «Ты и твоя команда». Мы определим собственную систему ценностей, определим, в чем состоит уникальность каждого человека и как из этого многообразия уникальных личностей собирать полноценную целостную команду, в которой каждому удобно работать. Поэтому сегодня будет очень много упражнений, мало информации, мало лекционной части и много-много командной работы. Причем команды будут постоянно меняться, чтобы наши участники форума смогли понять, что команда складывается не долгими годами, а команда складывается тогда, когда каждый готов эффективно работать. На каждой из площадок участники смогут создать свои проекты. Лучшие из них после оценки жюри могут получить грант на его реализацию. У нас в конце предусмотрено, введено уже не первый год, традиционно разыгрываются гранты на реализацию своих небольших социальных проектов. То есть у каждой площадки будет возможность создать свою проектную группу, проработать в вечерних, скажем так, факультативных занятиях на конвейере проекта вместе с экспертами свои проекты, представить их на конкурсе, результаты которого будут подведены в воскресенье, и получить небольшую сумму до 50 тысяч рублей на реализацию этих проектов в 2019 году. Для молодых людей участие в форуме «Молодежь 83. Энергия будущего» – это возможность увлекательно используя провести время. Форумы очень необходимы, потому что мы знакомы с основными людьми, потому что, например, я пришла, и меня не все ребята знают, хотя я с самого начала, с основания РДШ. Мы знакомимся, узнаем много нового, к нам приезжают люди, от которых мы тоже очень много узнаем. Это полезно, сплощает людей, даёт возможность узнать что-то новое и поделиться своим опытом. Мероприятие проводится уже в пятый раз и является образовательной площадкой для творческой, профессиональной, волонтёрской и общественной самореализации молодёжи. В этом году в форуме приняли участие 120 активных и талантливых молодых людей от 14 до 30 лет, в том числе из шести муниципалитетов округа. В наше время нас заинтересовывает молодёжь, и мне кажется, что молодёжь себя найдёт в одном направлении, это как юная армия, это спорт, это вообще военная подготовка, так же как российское движение школьников и так же как волонтёры Победы. Так что, мне кажется, молодёжь должна себя везде найти, и для этого созданы многие организации. И вот, например, сегодня как этот форум, чтобы все организации были вместе. Итоги форума подведут 18 ноября во Дворце культуры Арктика. Там участников ждёт неформальное общение с развлекательной программой и дискотекой. Александра Литкова, Антон Лудряков, Телеканал «Север». 30 ноября жители Ненецкого округа напишут тест по истории Отечества. Масштабная образовательная акция состоится в четвёртый раз и охватит все регионы Российской Федерации и несколько десятков стран. Организатором теста по истории Отечества в Ненецком округе выступает Общественная молодёжная палата при собрании депутатов Ненецкого округа. Задания будут содержать вопросы по всем периодам истории страны и Конституции Российской Федерации. В 2018 году исполняется 25 лет со дня принятия этого важнейшего для страны документа. Проверить свои знания сможет любой желающий вне зависимости от пола и возраста. Участникам теста будут предложены 40 вопросов, которые можно пройти на площадках или заполнить онлайн-форму на сайте 3w.kdgr.rf. Это все новости к этому часу. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok